Я пришел на Большое Радио попить кофе, обсудить новости. Как видите, кофе я уже попил, дело осталось за малым. 17.30 на часах в студии, а значит ближайшие полтора часа с вами будет программа «Три их квадрате» и сегодняшняя ведущая Александра Козлова. Всем добрый вечер. Макс, ты как-то слегка подоборзел перед тем, как пойти на Большое Радио, выпить кофе и потрандеть за новости. Ольга Христинина. Всем добрый вечер. По статистике, 72% россиян именно поэтому ходят на Радио. Кстати, у нас прекрасный кофе. Алексей Марин дежурит за режиссерским пульт, и мы, возможно, где-то под столом варят кофе. А нет, он просто из-за этого самого кофе потом и не уходит, он пьет его в одиночестве в больших количествах. Меня зовут Максим Жаравин, вы, как всегда, можете к нам присоединиться. Если позвоните на номер 450945 или напишите нам в любом мессенджере сообщение на номер 8921 0451045. Сегодня столько новостей, что не хочется задерживаться ни на секунду, так что приступим. Начнем с региональной повестки. Уже практически тренд последних дней. Оля Кузнецова покидает правительство Мурманской области. Она с 2018 года работала в качестве заместителя губернатора. Всего областная администрация отработала 18 лет. Не маленький срок, надо признать. Вообще не маленький срок, да. Минимум три губернатора, насколько я понимаю, пережила. Для меня это, кстати, стало неожиданностью. Что, что она пережила трех губернаторов? Что она ушла? Да, что она покидает свой пост. Ну, на самом деле, все, кто пересекался с Ольгой Александровной так или иначе, отмечают, что это чертовски грамотный специалист, который тащил чертовски тяжелый блок, да, то есть она занималась экономическим блоком. И учитывая, что в ковидные времена экономика пережила очень непростое время, учитывая, что сейчас Мурманская область на подъеме, и ей уделяется повышенное федеральное внимание. Ну, я тут прочитала комментарий какого-то диванного критика, по-моему, на Бипорте. Ну, и что она сделала для Мурманской области? Ну, я так люблю такие комментарии. Если честно, это был тот редкий момент, когда мне реально захотелось вписаться. Но я просто поняла, что я это блудняк, и я как бы, но просто вот конкретно Ольга Александровна, это человек, который реально много вложился и сил. Ввела за ручку все амбициозные проекты, которые наш вот бывший и теперь действующий губернатор, собственно, придумал. В том числе, да, и, кстати, Ольга Александровна, это пример человека, который переехал с юга, да, то есть она родилась в Ейске, в Краснодарском крае. Братка! Вуз уже заканчивала Мурманске. Она закончила Мурманский государственный технический университет по специальности «Мировая экономика». С 2006 по 2011 год она была специалистом завсектором по развитию туризма и замначальником управления внешнеэкономических связей. С 2011 по 2012 год она была начальником отдела региональной политики и соцпроектов на КГМК. И потом в мае 2012 она вернулась еще начальником управления государственного заказа Мурманской области, потом стала председателем комитета развития промышленности и предпринимательства. В 2015 стала министром, да, потому что комитет стал министерством, а Ольга Александровна, соответственно, стала министром. И в 2017 году, да, ты прав, она стала замгубернатором Мурманской области. Я вот на самом деле тут из серии, как вот люди раскрываются, в зависимости от того, с кем они работают. Я помню Ольгу Александровну по работе в правительстве Марин Васильевны Ковтун. И тогда, ну, сложно было сказать, что человек там решает какие-то сложные задачи и прям вывозит. Возможно, потому что задач как таковых не было. И поэтому, когда ее взяли на работу вице-губернатором уже при Андрея Владимировича, ну, возникали такие какие-то, может быть, опасения, а потянет ли, да. И вдруг оказалось, что потянет. Вдруг стало понятно, что человек, ну, действительно, буквально вот на всех своих крепких... Женских в плечах. Причем, ну, крепких, то есть это без преувеличения. Ольга Александровна у нас... Очень статная, красивая. Статная женщина, да. И в этом смысле был приятно удивлен, в каком-то, наверное, смысле. И вот посмотрим, как теперь у нас будет правительство работать без этого специалиста. И посмотрим, куда уйдет Ольга Александровна. И я надеюсь, что это будет что-то с повышением, либо же равнозначное. Ну, правда, прям хороший специалист. А я хочу отметить, что это какая-то такая странная тенденция этого состава, да, этого правительства второго срока губернатора Чибиса. Потому что на прошлой неделе, вернее, две недели назад мы проводили Елена Васильевна Дягилева, которая ушла в Совет Федерации, да, на место Константина Долгова. И ведь это тоже специалист наш, региональный, и тоже выросший на глазах у нашего поколения журналистов, да, и вообще у журналистов Мурманской области. И обе они очень сильно на своем месте. Обе их был сложный блок, да, у Дягилевой социалка, у Кузнецова экономика. Но у Дягилевой этого Минфином занимались. Да, у Дягилевой еще Минфин за плечами, за хрупкими женскими. И обе они были на своем месте, и обе они, правда, в достаточно тяжелый период, потому что у Дягилевой социалка в ковид, чего тоже как бы врагу не пожелаешь. И на них как бы делался большой упор, да, в работе. И вот они обе ушли, Дягилева ушла на повышение, Ольга Александровна, я думаю, тоже, да, и мы в ближайшее время узнаем, куда. И вот кто же придет на замену? А задач-то меньше не стало, задач стало больше. Да. И вот такое ощущение, что специалистов в действующем правительстве, в действующем составе как-то как будто бы нет. Но, возможно, нас ожидает какой-то пятый туз в рукаве. Давайте мы подождем. Ты сейчас губернатора Шумером назвала? Нет. Почему? Я сказала, нас, возможно, ожидает какой-то сюрприз. Ну, опции-то немного, да, то есть у тебя опция либо идти и копать по муниципалитетам, какие-то ценные кадры, не раскрытые до сих пор, и выводить их уже на региональный уровень. Такой будет вертикальный взлет, даже это не кадровый лифт. Как это было для Дианы Кузнецовой, да, которая из апатитов, если я не ошибаюсь, на должность министра образования у нас пришла из Ленигорска. В городскую администрацию зама вытащили, по-моему, из Ленигорска, если я не ошибаюсь. То есть, ну, либо какие-то такие точечные решения, ну, либо наша, как говорится, бездонная бочка в виде Москвы. Просто, извиню, Олечка, заместители-то на скамейке запасных как будто сильно не видятся тех, кто вот прямо сейчас встанет и заменит, да, что Кузнецову, что Дягилеву. Поэтому крайне любопытно будет посмотреть на этот состав правительства. Утвержден он еще пока даже не на половинку, а всего лишь на четверть. Четыре зама и то, то есть. А я, как обычно, хотела пошутить, что вполне возможно там будет Дмитрий Качалов. Нет. Нет, не будет. Серьезно, нет. Ну, поживем, увидим. Просто в моем представлении вот ту часть, которую курировали Кузнецова и Дягилева, это как будто бы первоочередные позиции, которые стоило бы закрывать. Потому что экономика, кажется, наша кормилица и соцблок, но это сейчас у нас там очень актуальная тема. Экономика, кстати, на стадии формирования, ну не то, что на стадии формирования, а на стадии бюджетного, да, бюджетирования. То есть у нас закрытие этого года и следующий год. Поэтому прям, да, какие-то череда спонтанных и сюрпризных решений. Все были уверены, что в Совет Федерации уйдет представлять Мурманскую область, ну вернее, что уйдет, перейдет из Москвы из одного здания в другой господин Кульба. Ну, случился, простите, Кульбит, я дождалась этого парадокса. Все эти годы ждала. Не все эти годы, а с момента, вот, как человек по фамилии Кульба заобрежил на горизонте Мурманской области, я ждала, ждала, я дождалась. Так вот, случился неожиданный Кульбит, да, и господин Кульба пролетел мимо кресла сенатора от Мурманской области. Ну, Андрея Владимировича не впервой, в общем-то, не в новинку, да, удивляйте, перетряхивать состав правительства, в общем, на протяжении всей, да, своей деятельности в нашем регионе. Регулярно перетряхиваемое правительство, да. Извините, это так же смешно, как Кульбит. Прочитав все эти новости, мне стало очень... Все это одну? Ну, вот, много сегодня переписали все порталы, по-моему, новостные о том, что Ольга Александровна покидает свой пост, и все переписали одну и ту же фразу, что за многолетнюю, добросовестную службу ее наградили прямо... Высокий профессионализм и большой вклад. Да, целой грамотой почетной. Ну, вот, ну, хотелось, чтобы... Чтобы что, премию на выход в Италии? Ну, мне по-человечески хотелось, ну, конечно, ну, слушайте... Я думаю, что все остальное, оно осталось за рамками пресс-релиза. Я думаю, что такого человека... Раньше была мода часы дарить. Слушайте, а мне было, знаете, что понравилось? Один из телеграм-каналов вернул какую-то такую фразу, что, типа, Ольга Александровна была одним из самых человечных, что ли, профессионалов в команде «Желтого дома», невзирая, да, на губернатора, и я, пожалуй, соглашусь. Действительно, хорошая характеристика. Пересекалась я по работе с Ольгой Александровной, и очень ценю эти моменты. Очень крутой профессионал. Я думаю, что любая федеральная команда федерального уровня будет рада приобрести такого коллегу, как Александра. Постойте, Александра. Что? В смысле команда федерального уровня? Как же на севере жить? Ну, подождите. 18 лет это вам, извините мне, не шутка. Так вот, 18 лет это не шутка, а пора... Еще полна сил. Еще столько всего может сделать для нашего региона. Что значит федеральная команда? В общем, Ольга Александровна, федерального уровня. Мы целые 10 минут больше родиного эфира говорим о вас, и это значит, что вы в нашем сердечке. Пусть у вас все будет хорошо и громадного карьерного роста. Если вдруг вы икаете, глубоко дышите и пейте водичку. Да, потому что мы без злого умысла, и вы на севере выжили. Это точно. Если уже заговорили про водичку, то пора вернуться к актуальной теме последних дней. О, да. Наш дорогой Североморск. Глава Североморска обвинил группу управляющих компаний в провале начального отопительного сезона. Ай-яй-яй. Никого-нибудь там, да, из числа своих подчиненных себя обвинять, как бы тут странно было. Группа управляющих компаний. У североморцев, это важно, и администрации накопилось много вопросов к работе группы управляющих компаний зато Североморск, в которые уходит несколько указ, единым руководством об этом глава ЗАТО Олег Прасов сообщил на своей странице ВКонтакте. По его словам, муниципалитет уже обратился в правоохранительные органы для проведения проверочных мероприятий по сложившейся ситуации, а также в Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области вопросов о лишении лицензии. Ну, напомню, там был слово «натопительный сезон». Таинственная кража вентилей. Таинственная кража вентилей. Показывали там фотографию, что там чуть ли не кусков трубы не было. В общем, да. Потом заявились крысы и мыши в подъезде. Ну, это уже бонус, Оля. Ну, конечно. Я всегда про самые интересные. Загадочные крысы и мыши скручивали вентиля в домах. А я думала, что их подкинули жители. Крыс? Да, они сначала сами вентиля скрутили, а потом сами крыс подкинули. И сделали фотографии. Видите, как удачно. Ну, и далее цитата от Прасов говорит, что... Все, чтобы замерзнуть в квартире. Да. До нормализации ситуации работаем в режиме ручного управления. Вентиля крутят, видимо, вручную. В тесном взаимодействии с прокуратурой города и министерством, собственно, госжилстроенадзора, кроме того, поручил Комитету по развитию городского хозяйства усилить разъяснительную работу по смене управляющих компаний и в случае необходимости оказывать жителям всю необходимую поддержку, написал Прасов. В общем-то, вот и все, что может сказать глава по данному вопросу. Я все еще удивляюсь, что он глава. Да, но, опять же, правоохранители, не совсем понятно, с чем они туда сейчас обращаются, потому что, как мы обсуждали вчера эту тему, прокуратура выходила с проверкой, прокуратура пригрозила и, скорее всего, оштрафует управляющую компанию. Там размер штрафа, по-моему, 400 тысяч рублей. Могу ошибаться, на какие-то там, может быть, десятые тысяч. Вот. И как бы и все. При этом губернатор, да, у нас говорит, что все, в общем-то, все безобразно, халатность и тому прочее. Есть определенные лица, которые должны были это все контролировать, которые приняли дома, которые отчитались о том, что город готов к отопительному сезону наверняка на очень много процентов. Но вот, видимо, в те неготовые проценты попали вот в Сафонова. Вернусь ко вчерашнему тоже обсуждению. Я вчера говорила о том, что наш губернатор пал жертвой обмана некоторых людей, которые объясняли ему, что все готово, что паспорта готовности есть. Я не могу здесь не процитировать нашего президента. Надули. Обдурили. Надули губернатора. И вот теперь господин Прасов пытается вот эта вот жертвенная одеялка на себя натянуть. Что типа, а я тоже, я тоже не виноват. У меня было столько вопросов всю жизнь. И вот, понимаете, да, вот теперь у североморцев и у администрации накопилось много вопросов. И господин Прасов как бы вот говорит, что я тоже, я тоже мерзну, сплю по двумя одеялами в шестяных носках. То есть как бы вот посмотрите, простуда, да, снятся вентили и крысы. Не покатит это. Человек, который глава, человек, который отвечает за город, он отвечает за все. И за каждую холодную батарею господин Прасов в глазах североморцев отвечает тоже. Поэтому вот за попытку примазаться к замерзающим жителям зато, двойка, садитесь. Нет, вот посмотрим, кстати, просадитесь еще, что скажут правоохранительные органы, потому что это может далеко пойти. Вот, ну и я, правда, я вот прям жду. Всего же 4 суток эфира, а у меня жжет. Александра, вы сегодня в ударе вообще, я хочу сказать. Просто это кофе на большом радио. Кофе на большом радио. Мне нужно столько кофе пить на большом радио тоже. Поэтому, да, вот понимаете, вот эта история с отопительным сезоном в Североморске, просто я не могу припомнить за последние годы, чтобы где-то был такой швах. Чтобы где-то было настолько все чудовищно. В Североморске нет ни одной улицы, где все нормально. Да что там улицы? Трех стоящих рядом домов не найти, где будет все нормально с отоплением, с водой, с крысами. Чтобы смысла их там не было. Да, то есть это, ну как бы, как можно было. Чем все лето занимались? Александра, мне кажется, я начинаю подозревать, кто займет кресло вице-губернатора. Нет, меня не возьмут. Почему? Мы за вас ходатайствуем. Так исторически сложилось, цитируя Петра Болычева в нашем сегодняшнем эфире. Так исторически сложилось. История была не очень, поэтому... Присоединяйтесь к нашей прямой трансляции, пока Александр в прямом эфире просто не разорвало. Бигдефист-радио.ру, пока вы еще можете застать ее красивую перед микрофоном. И можно в прямом эфире же посмотреть буквально, как Александр Козлову разрывает. Но на самом деле я согласна, с этой ситуацией, конечно, можно разрываться на части от злости и от бесилия. И самое удивительное, что что бы сейчас ни говорили власть держащие... Людям-то не легче. Конечно, дайте воду, почините, все сделайте, и тогда все будет хорошо. Хорошо, а если бы господин Прасов засучил рукава и пошел бы сам все эти скрученные вентиля обратно возвращать на место, я думаю... Может быть, североморцы бы и поняли. А между тем власть держащие говорят, а давайте сделаем новую управляющую компанию. Ой, это самое... Никогда такого не было. И вот опять. Легкое ощущение дежавю. Собственно, в связи, как вы думаете, с чем? С неудовлетворительным началом отопительного сезона в Североморске и Сафонова, исполняющая обязанности министра госжилстроенадзора Элина Кулова предложила создать свежайшую просто мысль подкинула. Она просто не отсюда... Она еще не знает, что так уже делали, поэтому подумала, что... А сейчас я... Что у нас уже все работает, все новые горячие линии, все у нас уже есть. Их даже несколько. Да. Собственно, предложила создать в Мурманской области государственную управляющую компанию. Она подчеркнула, что ряд управляющих организаций Североморска недобросовестно отнеслись к работе на рынке управления многоквартирным жилищным фондом. Однако только административных мер воздействия недостаточно. Нужны, мое любимое слово, системные решения. Количество обращений граждан за истекший период 2024 года превысило количество обращений за весь 2023 год практически в три раза. Количество проверок надзорного органа увеличилось в четыре раза, а выданных предписаний в семь раз. А трубы все равно лопаются, вентили все равно пропадают. Так это же тоже системный подход, который не работает. Ну вот когда эти люди поймут, что вот эти системные подходы не работают. Вот. И, собственно, количество возбужденных дел за нарушение лицензионных требований возросло в шесть раз. Сложившаяся ситуация является показательной и требует вмешательства при регулировании процесса управления многоквартирным жилищным фондом. Цитата по Акуловой. По ее мнению, необходимо проработать вопрос создания государственной управляющей организации, что позволило бы создать безопасные и комфортные условия проживания граждан в домах, повысить качество жилищно-коммунальных услуг, в том числе подготовки к отопительному сезону, создать реальную конкуренцию на рынке управления многоквартирным жилищным фондом. Ну, губернатор неожиданно согласился. Сказал, что инициатива правильная и своевременная. Распорядился в течение недели подготовить предложение по реализации. Интересно, как назваться будет. Вы знаете, мне кажется, нужно сажать. Вот нужно сажать. За то, что люди замерзают за все вот это, что не нужно. Нужно, Оля, нужно сажать. И когда посадят нескольких человек, которые отвечают за коммунальное состояние, особенно в военных закрытых городах, что вообще, мне кажется, диверсии должно приравниваться по нашему военному времени. Вот когда нескольких человек посадят, чтобы ни у одной крысы, простите, не возникало мысли. Скрутить вентиль. Скрутить вентиль или обмануть высшее должностное лицо региона, подсунув ему паспорт готовности на зато, на все дома, чтобы потом, через неделю, все эти дома в зато оказались с холодными батареями, с замерзающими людьми. Просто я вообще изначально молчала. Поэтому я была согласна, я даже не успела сказать. Ты очень громко вздохнула. А можно я в рекламу отсяду подальше от Александра? Ты боишься, что Александр все-таки разорвет и тебя заденет? Нет, я боюсь, что если я еще как-нибудь не так посмотрю на Александра, я не доживу до конца эфира. Сажать-то, конечно, Александра категорично очень весьма. А что? Нет, ничего. Максим, давай я скажу мягче. Давай, давай. За такие мероприятия должна предусматриваться уголовная ответственность в виде лишения свободы. Вот так помягче. Так же мягко, как реклама на большом радио. 45-09-45, телефон нашего эфира. Если вы так же негодуете по поводу происходящего, как и мы, 8-9-2-1-0-45-10-45, телефон для ваших сообщений. Александра ждет, надеется и верится, когда он вам что-нибудь напишет. А мы все даже за эфиром не могли остановиться и продолжали обсуждать коммунальные новости. Поэтому, если сначала мы начали с позитива и говорили о том, что если человек и кает, то мы вспоминаем о добром славе. Так вот, если господина Прасова горят уши, то это тоже мы. Можно приложить лед из морозилки. Можно подойти к холодной батарее. Это не поможет. Средняя пенсия по старости, неожиданно, да? Вообще неожиданно. Увеличится до 24 тысяч рублей в 2025 году. Наконец, 24-го средняя страховая пенсия по старости составит 22,4 тысячи рублей. Через год ее сумма увеличится до 7,5% до упомянутых ранее 24. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета социального фонда России, который рассчитан на три года вперед. Средние пенсии вырастут чуть быстрее за счет того, что власти вернутся к индексации выбор, и в том числе для работающих пожилых граждан. До этого их приостанавливали в 2016 году. Объяснил известием ведущий научник, сотрудник центра с непроизносимым названием президентской академии Виктор Ляшок. Увеличение выплат для работающих пенсионеров будет производиться на общих основаниях с незанятыми россиянами. Соцфонд сделает перерасчет автоматически с учетом пропущенных прибавок. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, минимальное доначисление составит 1300 рублей. И вот это ничего себе. Грустное лицо сделали. Ты сегодня какие-то новости подобрала? Ну а что, где-то радуется один Петр Болычев. Чему минимум 1300? Вот это обещанное к 2025 году пенсия в 24 тысячи рублей, это все еще меньше пенсии Петра Болычева. А она, я напомню нашим дорогим радиослушателям, составляет 28 800. Засекая время, он звонит нам в эфир. И уточнит до копейки. Очень ждем актуальных данных от нашего дорогого коллеги. По данным соцфонда, на середину 2024 года в России насчитывалось чуть более 41 миллиона пенсионеров, из которых чуть более 33 миллионов не работающие. И почти 8 занятых. При этом средняя выплата по старости первых составляет 23 400 рублей, для вторых 18 600 рублей. Таким образом, разница между ними достигает почти 5 тысяч рублей. Я тут зарылась в пенсии. Рано, рано. Тем не менее. Нашла материал на РБК от этого года. И вот там написана страшная вещь о том, что в 2024 году минимальная страховая пенсия по старости составила 11 886 рублей. У меня есть вопрос. Так. Как можно выжить на 11 886 рублей? Слушай, моя первая мысль была, что это меньше коммунальных платежей, которые я получаю каждый месяц. Да. Вот для кого-то да. Ну как бы хорошо, мы откинем историю с льготами, которые пенсионеры получают на оплату коммунальных услуг. Мы откинем там еще какие-нибудь, я не знаю, еще какие-нибудь льготы. Налоговые преференции там, да. Налог на имущество они платят, на транспортный налог. Мы тут же накинем сверху лекарства, на которые тратится большинство наших пожилых людей. На просто продукты. Просто продукты, на которые, то есть, как бы тоже, да, дорожают. И у меня вот вопрос, как можно выжить. И вот просто это еще чудовищнее, чем средняя зарплата. Тут ты хотя бы как-то работаешь, можешь подработать, еще что-то. Потом мы удивляемся, почему у нас вот так много пенсионеров, которые работают до упора. Вот до того, пока прям совсем уже не в моготу не станет, они продолжают работать. Потому что прожить на 11-15 тысяч рублей просто невозможно, нереально. Нереально. Я не представляю, как люди это делают. И, кстати, вот я посмотрела, опять же, да, вот прожиточный минимум пенсионера по областям в 2024 году. Давайте посмотрим. Белгородская область 11-164. Что должен есть пенсионер на эти деньги? По северо-западному федеральному округу меньше всего пенсия получается в Вологодске. Нет, в Псковской области 13-156. То есть в Мурманской области среднее, как, господи, называется этот чертов показатель, прожиточный минимум пенсионера в Мурманской области 20 995 рублей. Почти 21 тысячу. Ну, это за счет того, что здесь у нас есть коэффициенты, да, соответственно, у нас здесь все эти средние цифры, они несколько больше, чем в других регионах. Ну, я всегда, понимаете, я всегда это говорю и буду, наверное, повторять из эфира в эфир. Сравнивать в абсолюте прямые цифры, вот там 10, а тут 20, абсолютно некорректно, потому что стоимость жизни в каждом регионе, она очень разная. Это связано там, да, и с логистикой, да, и с транспортными расходами, и с ценами на продукты, много-много чего. А у нас еще за отопление, за которое мы платим круглый год. Да, 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 и именно поэтому. Которого нет в Североморске, в том числе. И мне поэтому странно даже, почему всякие там Мурманстаты, Росстаты и все прочие не придумали какой-то коэффициент, да, который бы учитывал, ну, в натуральном выражении, да, в абсолюте цифру, и учитывал стоимость жизни, а они такую статистику подводят, и высчитывал некий коэффициент, а вот сколько, каково пенсионеру, например, с такими ценами и с такой пенсией выживать в данном конкретном регионе. И там уже посмотрим, где лучше. Да хреново с такой пенсией выживать в любом регионе. И мы потом говорим о том, что вот там, как эти, программы серебряного, чего там, возраста, программы какого-то там долголетия. Да какого долголетия на такие деньги? Только смотришь, как коньки не отбросить на вот это вот всё, и считаешь, что ты купишь, а что ты не купишь. А мы, давайте, не забывать о том, что в пожилом возрасте очень важны витамины, как и в детском, потому что организм разваливается. И что нужно есть и овощи, и фрукты, и рыбу желательно есть по нескольку раз в неделю. Я про морепродукты вообще не говорю. Прекрасный, легко усваиваемый белок для пожилого организма. Только наши пенсионеры на это могут позволить всё только посмотреть в магазине, как в музее. Нет, нечего добавить. Да, сами такие новости выбрали. Абсолютно. Возможно, именно такое. Поэтому следующая новость, она может поможет нашим пенсионерам. Я буквально быстро её успею прочитать. Не поможет. Спойлеры от Александра Козлова. В Госдуме вновь предложили выплатить пожилым россиянам 13-ю пенсию. На этот раз такой инициативой выступил Сергей Миронов, лидер фракции «Справедливая Россия за правду». Он направил письмо Михаилу Мишустину. Сказал, что это будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении лиц, которые всю жизнь работали в интересах развития нашей страны. В сентябре с такой же инициативой выступал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он уже представлял партию ЛДП. Правда, тогда он говорил о ежемесячной истории про 13-ю пенсию. Ну, я думаю, что мы... Балаболы. Кто? Мы? Ну, подожди, подожди. Смотри, ЛДПР предложили, «Справедливая Россия» предложила. Подожди, сейчас мы ещё чуть-чуть подождём. И дождёмся, когда Единая Россия предложит, да, кто-то другой. Да, потому что только инициатива партии с «Медведиком». Нет, Макс, вот ты не был в прошлый раз, когда мы обсуждали эту инициативу про 13-ю пенсию. И когда депутаты из партии с «Медведиком» говорили о том, что это экономически необоснованно и невозможно, и что пенсия у всех разная, и что просчитать вот эту вот выплату или сделать её для всех одинаковой, треснет наш бюджет. То есть вот на все остальные ничего не треснет, а вот конкретно на 13-ю пенсию – да. Поэтому нашим пенсионерам эта новость ничем не поможет. Ты так на меня наезжаешь, как будто бы ты выступил с инициативой. Я предлагаю сделать проще. Марина, вырубается микрофон. Я могу только выступить с инициативой о проведении музыкальной паузы прямо сейчас в нашем эфире. Особенно если ты подобрал что-то хорошее. Да, у меня для вас есть замечательная история совершенно. Вам понравится. И она связана с песней? Ты не поверишь. У меня любви, все истории связаны с песней. Это ты так думаешь, Макс. Вы просто не улавливаете тонкую суть. Очень быстро мы, Олег на связи. Да, потому что Олег на связи – это наш постоянный радиослушатель, который пишет, что за чертой бедности в первом квартале 2024 года в России 9,6% населения. Стыдно, наверное, только нам. Вот, Олег, я с вами согласна. Стыдно только нам, и возмущаемся только мы. А всё к чему? Потому что если бы депутаты и все, кто изобретают вот эти вот мроты, пенсии, пособия для несчастных, многодетных, инвалидов и всех прочих, попробовали бы хоть один месяц прожить на каждое из этих пособий, наверное, понимание человеческих потребностей было бы лучше. Но только не в своём дворце там. Да, вот в среднестатистической квартире. А какой бы классный был, вот почему никто не выступает с такой инициативой? Как классная история? Вы сначала прожили на это все хором, всем вот вашим составом, все 350 лиц, которые там заседают, и потом предлагаете, пожалуйста. Заседание объявляется закрытым, открытым объявляется музыкальная пауза. Дмитрий Озерский родился 8 октября 1963 года. Кто это? А это... Я расскажу тебе, кто это. Это музыкант, поэт и автор, между прочим, большинства текстов группы «Аукцион». Особенностью творчества Озерского является тот факт, что в большинстве случаев он сочиняет стихи на уже написанную Фёдорову музыку. Фёдоров — это лидер группы, Леонид Фёдоров — лидер группы «Аукцион». Собственно, по его словам, по принципу либретто. Это что-то из оперной истории, когда есть некая музыкальная композиция, и на неё сочиняются чаще всего в стихотворной форме текст. Разумеется, сегодня мы будем выбирать, что послушать с альбома «Птица». На нём есть две наиболее известные композиции. Это «Дорога», но обращаться к ней было бы слишком просто и скучно. И песня «Всё вертится». Этот вариант уже поинтереснее. Одно из распространённых мнений, что это песня о просветлении, говоря, что там чуть ли не зашиты буддистские учения. Якобы монах медитировал в уединении, познал двойственность мира и вышел за пределы ума и материи. Что бы ни происходило, всё разворачивается как надо, всё хорошо. Героям этой песни пытались делать и Галилея, ну, с его там землёй, которая вертится, как вы помните. И персонажи улиток на склоне братьев Стругацких. Но я нашёл совершенно безумную, на первый взгляд, трактовку, но не лишённую, кстати говоря, лишённую логику. Песня эта, знаете, про кого? Она про Владимира Ильича Ленина. А он вертится? А, я расскажу. Сначала это на чём. Подожди, он вертится от инициатив коммунистов-государственной думе. Только я подумала, когда Максим сказал, всё вертится, у меня вот сразу оп, а на чём всё вертится? На чём всё вертится? На оси. На оси. Сначала это псевдоним политической журналистики, а затем крупный, почти мифический образ, который оброс кучей домыслов и суеверий. Фраза «Ленин умер, но дело его живёт» соседствовали с «Ленин жив», смущая умы пионеров. Тело мертво, дело живо, был мёртв, будет жить. Вокруг мавзолея, вдоль Кремлёвской стены действительно есть лес, о котором поётся в песне, точнее лесопосадки. В тексте можно уловить идею выноса тела Ленина из мавзолея, можно узнать и других видных деятелей, которые там рядышком захоронены неподалёку. Премьера композиции «Всю вертится» состоялась в 1993 году. В ту пору большой интерес вызывал обратный концептуализм постмодернического сорта. Исключительно модным стал мотив освобождения от всего коммунистического, разухабистая свобода и отрицания. Небрежный джаз на грани рока с лихо закрученным смыслом. Всё вертится, и группа «Аукцион» звучит прямо сейчас на Большом Радио. Эксперты прогнозируют рост стоимости поездки на такси на 30% до конца года. Опять хочется добавить мне к этому заголовку. Слово «опять», а не «опять» хочется добавить. Куда ещё выше! Средний чек на такси в России в июне-августе этого года составил 592 рубля, что на 11% выше, чем годом ранее, следует из данных аналитического центра «Чек-индекс» компании «Платформа ОФД». Между тем, из данных Росстата следует, что проезд такси в расчёте на 1 км пути в августе этого года был на 17% дороже, чем в августе 23-го. Далее цитата представителя Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой. С начала года цена на перевозки такси выросла вообще на 30%. По её прогнозу до конца года ожидается очередной 30-процентный рост. То есть по итогу 2024 года стоимость такси в целом может вырасти на 60% по сравнению с прошлым годом. Прогноз основан на общих данных. Это рой стоимости автомобилей, запчастей, страховки. Также на открытых данных, которые публикуют различные аналитические агентства. Президент общественной организации «Объединение самозанятых России» Игорь Жмакин подтверждает, что цены на такси действительно растут. Это связано с острым дефицитом водителей, ростом затрат на содержание и обслуживание автомобилей. Также с повышением цен на сами машины. Он считает, что дефицит водителей напрямую зависит от введения закона о такси. Я напомню, закон о такси, он там несколько зарегулировал вообще всю эту работу. Да, там предписал проходить техосмотры ежедневные, медосмотры. Все должны быть там трудоустроены официально в таксопарке. И много-много-много чего, что сделало проблематичным людям официально и легально работать в различных сервисах такси. Из-за этого водителей стало меньше, цены выросли. У меня вопрос. Хоть что-нибудь подешевеет, кроме картошки, которая на 2 рубля. Иногда время от времени можно прочитать в новостях мурманских информагентств. То, что картофель и лук подешевели на 1,3%. Ну, это то, что каждый день себе нужно. Нужно, да. А знаете, что... 1,3%, Оль. Ну, вот по своим... Это даже не рубль. Это несколько копеек. А копейка, как известно, рубль бережет. По моим личным наблюдениям, я не очень часто езжу на такси. Но если уж езжу, то езжу, скажем, чаще всего по одному и тому же маршруту. Или, по крайней мере, в одном и тому же радиусе. В общем-то, в два раза. От привычной мне цены. Ну, и я с тобой соглашусь. Прошел рост. А я не поняла. Потому что я вообще не понимаю, как образуется стоимость. Потому что в течение дня может поменяться цена кратно. То есть, если ты едешь в определенное время, она одна. А если едешь в другое время, то она другая. Я тут возила кота в ветеринарную клинику. Мы с ним туда ехали по одной цене, обратно в два раза дороже. У меня вопрос. Те же лица, я и кот. Если непогодные условия какие-то влияют, и недорожная ситуация, пробка, авария или еще что-то, цена зависит от концентрации машин в том месте, где ты заказываешь. То есть, одно это дело заказываешь практически из центра города, машин много. А везут тебя, скорее всего, далеко не в центр города. Он тебя привез и уехал дальше. И тут вокруг тебя машин уже не так много. Поэтому цена будет дороже, потому что водителю сперва нужно приехать. Как раньше люди по счетчику ездили. Вот у меня вопрос. И было прекрасно, когда они ездили по счетчику. Да, только машину ты ждешь 40 минут. Но тем не менее, все равно было прекрасно. Потому что здесь же очень такой фактор, знаешь, двояки. Я вот помню, и вы все помните, я весь декабрь прошлого года провела с гипсом на одной из своих нижних конечностей и на костылях. На одной из двух. На одной из двух вот тех самых конечностей. И вы знаете, я даже готова была ездить на такси по завышенной цене. Другой вопрос, что никто не приезжает. Когда вот видят, что это поездка на полтора района от дома до местной поликлиники, ну так уж вышло, что это не очень далеко. И, наверное, для таксистов это были смешные 180 рублей. Но когда ты на костылях зимой по вот этому скользкому льду, тебя очень сильно спасает такси. И я вот прям в комментариях писала, что я вот с гипсом прям, пожалуйста, ну заберите, приедьте за мной. Мне вот честно сказали, что ну вот невыгодно. Вот это вот невыгодно. Такие вот заказы. Да, ну невыгодны они. Вот все, что вот меньше 200 рублей, вообще неинтересно. Понимаешь? Очень круто. Вот поэтому к вопросу. И мне кажется, что это неправильно, что вот все вот это вот влияет на ценообразование. Ну не должно быть так. Ну не должно быть одно и то же расстояние отличаться по стоимости в два раза. Ну это неправильно. Ну если ты едешь в час пик, например. А не дай бог ты едешь в... Дорога становится длиннее. Но это ты рассказываешь... Водитель-то времени затрачивает больше. И... Потому что он стоит в пробке, на светофоре. Он больше тратит и бензина, и расходы. Просто времени. Он за это время в обычной ситуации два раза бы съездил. А так везет тебя одну... А я в чем виновата? А почему тогда виновата? Ну я же плачу. Так ты платишь за услугу. А виновата в чем? Не в чем. Просто плати и ездить. Здесь нет твоей вины. Он просто вот в данное конкретное время, в этот временной промежуток оценивает свою услугу чуть дороже. Тебя же не смущает, наверное, не смущает, что... Тебя же не заставляют ездить на такси. Ты можешь бежать и волосы назад, и опаздывать. Тебя же не смущает, что зимой овощи и фрукты стоят дороже в два раза, чем в лето? Меня смущает. Ну то есть, как бы, я понимаю, это неприятно. Но ты же понимаешь, почему так происходит, да? Подожди, ну это разные вещи. Это тоже самое. Нет, это не то же самое. Овощи и фрукты просто в какой-то момент не растут. И их везут из другой... И машина к тебе в какой-то момент не едет. А если хочешь, чтобы приехала, заплати в два раза больше. У нас опять Олег. И Олег на стороне водителя. Хотя, как говорит, сам за рулем и не таксует. Олег, вот когда вы на стороне водителя, мне не нравится. Простите, да, все, конечно. У каждого своя логика, у каждого своя правда, безусловно, но... Это называется экономически обоснованный тариф. И нам... Вы ненавижу эту фразу. Тебе ли не знать, Саша. И нам все равно приходят, да, мы все равно ездим, мы скрипим зубами и платим. А что делать? Платим и плачем, судя по всему. Когда ты опаздываешь, да. А еще в последнее время платим, допустим, не за эконом тариф, а за комфорт, чтобы желательно приехал русскоговорящий водитель, и чтобы желательно он приехал на машине, у которой все на месте. Комфорт никак не гарантирует тебе никакого водителя. А раньше изначально как-то было. А вот то, что по комфорту приезжают те же самые логаны просто новенькие, вот это смешно. Да, это смешно. Ну, это на самом деле, наверное, во многом мурманские реалии, потому что я в других городах, там, северо-запада такого не наблюдаю. А там есть уж комфорт, и к тебе приезжает нормальная машина. А видели совместные тарифы? Да. Класс. Я вот на прошлой неделе... Поездила? Да, поездила. Это со мной так ездили, я опаздывала эфир Большого радио. Я как воломилась, и у нас оказался совместный тариф. О, это было интересно. А там два человека должны, да, согласиться, чтобы это было? Да, но я не спрашивала, согласны со мной ехать или нет, мне просто надо было. Вот я думаю, что за то время, что мы ехали, у меня было эмоций столько, что женщина, которая сидела рядом, на которую я прям запрыгнула на заднее сиденье в эту машину... Больше по этому тарифу ездить не будет никогда. И, наверное, Большой радио никогда слушать больше не будет, потому что для нее это, конечно, был стресс. Для водителя тоже. Если вы нас сейчас слышите, простите, она всегда такая. Просто это нужно принять как данный. Представляете, какой для... А мне ни за что не стыдно, ей было со мной весело. У вас поездка длится 15 минут, а у нас полтора часа эфира. Да, подожди, а что значит, все должны согласиться? То есть ты открываешь дверь, на тебя смотрят и говорят, нет. Нет, 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 ты в приложении выбираешь, но я подозреваю, что человек, который первый едет, он тоже должен что-то там у себя оттыкнуть, что он согласен. Согласовать тебя? Да, да. Ну, не конкретно, когда он садится, он может согласиться, ехать, чтобы ко мне кто-то подсадит в случае чего. А, ну да, выбрать совместный тариф, да, но не человека, в котором он поедет. Не человека. А меня предупредили, мне приложение прислало уведомление, я даже на него не посмотрела. Я же уже бегу, у меня уже волосы назад, все, у меня уже, знаешь, вот эта вот земля под ногами-то. Вот, и я открываю, вижу женщину, и я почему-то подумала, что она должна выйти, и я должна пойти. Я сначала, как честно, попыталась ее вытащить. Как честно. Ой, было интересно. Пройдите, пожалуйста. Ну, за то, что я вас тягала, уж извините, но я извинилась тогда, честно. Она еще и тягала, понимаешь? Ну, я вот прям за, я попыталась ей помочь выйти. Хорошо, что между нами двухметровый стол, Оля, иначе бы это было. Она так говорит, мне не надо, мы вместе едем, и я еще так спросила, куда мы вместе едем, боже, как это было интересно, понимаешь? Вот так. Да. В Госдуме предложили считать иностранное гражданство оттягчающим обстоятельством при преступлении. Собственно, внесен соответствующий законопроект, который предлагает считать иностранное гражданство либо вообще отсутствие гражданства, как оттягчающим обстоятельством при совершении преступления, сообщает коммерсант. Проект поправок внес депутат Евгений Марченко. По его мнению, добавление иностранного гражданства станет действенным превентивным механизмом и поспособствует более ответственному поведению иностранцев в России. Депутат ссылается на статистику Следственного комитета, согласно которой в первом полугодии 2024 года число преступлений экстремистского характера, совершенных мигрантами, выросло на 55%. Кроме того, в Госдуме уже рассматривается несколько законопроектов, которые ужесточают миграционную политику. Это приравнивание организации незаконной миграции к особо тяжким преступлениям, а нелегального пребывания в стране, также к оттягчающему обстоятельству при вынесении приговора. Однако, по словам юристов, законопроект, соответствующий, нарушает принцип статьи 19 Конституции Российской Федерации о равенстве перед законом вне зависимости от пола, национальности или расы. При этом принятие поправок приведет к назначению иностранцам, совершившим преступления более суровых наказаний и, как следствие, повысит вероятность решения о запрете въезда и нежелательности пребывания в Российской Федерации. Глава группы исследований миграции и этничности Ранхикс Евгений Врашавер называет законопроект звеном на пути становления особого правового режима, не приветствующего нахождение иностранцев в России вообще. По его мнению, действующего уголовного кодекса достаточно для предотвращения совершения преступлений гражданами Российской Федерации и иностранцами. Так, ну что хочется добавить. Депутат Евгений Марченко-Единорос, партия с Медведиком, дает нам надежду, что будет принята эта инициатива. И понятно, к чему все это идет. Но это же жесть. Что? Что из-за того, что ты иностранец, тебя жестче будут судить о законах. Нет, это правильно, потому что если ты приехал в чужую страну и живешь в ней, будь добр, изучи ее законы. И, кстати, вот эта вот инициатива, она совпала с процессом, который идет в Челябинске. Напомню на всякий случай, там граждане Таджикистана, будучи в Челябинске, напали на группу подростков и убили одного из них, зарезали ножом. И вот тут на этой неделе как раз идет завершающая стадия процесса и было, значит, последнее слово обвиняемых, которые все совершеннолетние, в отличие от пацанов, на которых они напали, которые в самом начале процесса вели себя омерзительно и ржали просто в клетке откровенно над тем, что говорил судья и прочее. А теперь, когда они поняли, что пригорает и что они могут реально присесть, они, значит, на русском выучили слова, с которыми они обратились к суду и к пострадавшим. И о чем они просят? Они просят дать им уехать домой возможность, потому что у них у всех, как оказалось, больные матери, у одной глазное давление повышенное, у другого много детей. И он не представляет себе, что если он присядет в России, кто и как будет воспитывать его многочисленных детей. Так вот, в вашей стране, где вы родились и все такое прочее, тоже нельзя убивать людей, за это есть соответственность. И в России, где вы живете и работаете, тоже есть соответственность. Тема горячая, тема острая, мы ее обязательно дообсудим, но после рекламы на Большом Радио. Обсуждали мы перед перерывом идею одного из депутатов Госдумы. В смысле мы обсуждали? Мы слышали Сашины крики. Смажать! Да, манифест, собственно, идея заключается в том, что иностранец, который совершил преступление на территории Российской Федерации, должен судиться жестче. И, собственно, тот факт, что он иностранец, должно являться отягчающим обстоятельством. Александра вот убеждена, что все правильно и все хорошо. Надо приезжать, надо знать законы, и вот незнание законов от ответственности не освобождает. Да, в том, что закон-то как бы одинаковый для всех, на территории всей страны и для всех, неважно какой национальности человека, какое у него гражданство прописано в паспорте. Судишь ты всех по одному закону. Не может быть такого, чтобы одного человека, ты только из-за того, что у него другого гражданства. Я хочу вас немного приравнять. Давайте будем отталкиваться от того, что сейчас происходит. Во-первых, мы все с вами живем в правовом государстве. Это важный момент, в котором предусмотрено... Ну, плюс-минус пока еще. Плюс-минус, да. И у каждого из нас есть такое понятие, да, которое за нами закреплено в Конституции. Презумпция виновности и презумпция невиновности. Это важные кардинальные моменты, собственно, на которых и зиждется вся вот эта вот законная и система наказания тоже. И вы правы в том, что вы говорите, что незнание закона не освобождает от ответственности. Но я сомневаюсь, что процент мигрантов, которые заезжают сюда, он велик, что они сначала открывают административный кодекс Российской Федерации, уголовный кодекс, семейный, трудовой. Конечно, нет. Но при этом преступления совершаются разные, понимаете. То есть если человек гипотетически взял и украл курицу из магазина, ему могут дать одно наказание, да, это же может сделать и не мигрант. Да, вот о чем я и говорю. А здесь входит мигрант, и он совершает ровно такое же преступление, которое с точки зрения закона инкриминируется по одной статье, предусматривает равное наказание. Грубо говоря, да, тарифы расписаны. Почему тогда это наказание должно для него быть только по принципу национальности, грубо говоря? Ну, потому что так получилось. И пока еще, слава богу, не получилось. Просто количество преступлений мигрантов уже зашкалило настолько, потому что все взрослые люди, все понимают, что красть, ну, как бы не надо. Бить других, как бы не надо. Портить чужое имущество не надо. Совершать преступления против целостности человека и какие-то там несущие сексуальные действия тоже не надо. Любой нормальный человек должен это знать. Ведь мигранты почему-то считают, что они могут это... Как показывает полицейская сводка, прости, Оля, как показывает полицейская сводка, которую я ежедневно читаю. Не все наши с тобой соотечественники с таким же гражданством, как у нас с тобой, поняли, что не надо красть, убивать, бить, насиловать. Я думаю, я еще за ужесточение наказания по УДО. А у нас Олег, который пишет, как бы вскоре не потребовали извинений. Газета РУ сообщает, граждане Таджикистана вынуждены проводить на границе России часы, а иногда дни, ожидая разрешения на въезд. Приер-министр Таджикистана Кахир Расулзада подчеркнул, что эта тенденция растет и вызывает беспокойство из-за нарушений прав таджикских граждан. Да нету там никаких нарушений прав. Если их не пускают, значит, что-то не так с документами. И успокойтесь. Вот, собственно, и все. А въезжая в любую другую страну, понимаете, нужно понимать, куда ты едешь и что. Ну, въезжая в какую-то мусульманскую страну, если ты европеец, сколько мы таких историй знаем и слышали. Да. Просто, понимаешь, вот когда ты смотришь на вот этот вал преступлений, совершенных мигрантами, и понимаешь, вот они убили человека. Они на суде, просто я следила за этим процессом, так получилось, и у меня волосы встали дыбом, когда я видела первое заседание, когда сидит заплаканная мать 17-летнего мальчика убитого. А они сидят и ржут. А они сидят и ржут, понимаешь? Видела. А они, эмигранты, так не ведут себя? Подожди, я к чему? Я к тому, что они просят там не... То есть они говорят, дайте нам возможность уехать домой. Они пользуются лазинкой. То есть они считают, что в нашей стране так можно. Что они, граждане другого государства, они совершили правонарушение здесь, но они просят возможность уехать домой. И возможно или невозможно отбывать наказание там. Я к чему еще все это веду? К тому, что, я не знаю, нужно какие-то, если не ужесточение наказания, нужно выдавать какие-то... Включить это в экзамены, чтобы этот экзамен был неформальным, а самым настоящим экзаменом на знание законов. Чтобы ты понимал, что если ты домогаешься, пристаешь к женщине и против ее желания навязываешь ей свое внимание. Если ты совершаешь насилие, если ты берешь чужое, если ты лезешь в драку, если ты убиваешь человека, чтобы они четко себе тут соотносили, что они здесь сядут. А наши-то соотносят? Наши-то читают кодексы и законы. Наших-то учить не надо, что ли этому? Мы сейчас говорим конкретно, у нас информационный повод про мигрантов. Мы сейчас говорим про мигрантов. И чтобы снизить градус, что вы оба правы, и ты прав, когда ты говоришь, и наши не знают. Конечно, наши не знают, потому что наших мамы воспитали так, да, но мы не рассказываем это своим детям. Опасная сторона? Тем не менее, так и... Ну, кто из вас своим детям, ну, кроме меня, открывает кодекс Российской Федерации? Я не открываю, у меня нет детей. Ну, когда будет. А в школе кто-нибудь открывает? Да нет, конечно, я же говорю, кроме меня. А на лекции, на которые я приезжаю, я еще детям рассказываю, какую статью они нарушают, когда они пытаются мне борзить, понимаешь? И это очень классно помогает. По поводу этих мигрантов. В пути решения только одни. А. Не выпускать. Б. Отбывать наказание на территории Российской Федерации. Так никто их и не выпускает. Не, ну, они же там просятся. Не, просить-то можно все, что угодно. Я к тому, что это просьба из восприятия их, их возможности, что они не граждане, поэтому отпустите нас, пожалуйста, в нашу страну. Нельзя приехать, нагадить в одной стране и потом тихонечко смотаться домой. Нельзя. Как говорил один известный и хороший футболист, да, типа, ваши ожидания – это ваши проблемы, поэтому они могут ожидать чего угодно от российского законодательства. Они должны отбывать здесь, отпускать их. Мое мнение такое – никого не отпускать. Нарушил здесь закон – сиди, отбывай наказание. Точка. Еще немножко про мигрантов. Еще поджечь нас, еще больше. Я только успокоила. Подожди. Тебе понравится. Россия массово нанимает дешевых программистов из Африки. А чем это должно понравиться, Оля? Тем, что, возможно, ты не крикнешь «сажать». Но мы посмотрим. Подожди, новость только началась. Российские компании начали очень активно искать эти специалистов в страны Африки. Пишет РБК «Сосудка» на Headhunter. Количество предназначенных для них вакансий выросло более чем в 10 раз всего за год. Официальная причина – с помощью иностранных программистов фирмы закрывают дефицит кадров, который растет минимум с марта 2022 года. С одной стороны, цель блага, и с другой, компании даже не думают платить иностранным работникам столько же, сколько российским, предлагая им существенно меньшие зарплаты. Где-то мы это уже видели. С помощью более дешевых программистов компании собираются снизить высокие зарплаты в отрасли, пишет РБК. Дефицит кадров – это общая проблема для всей российской экономики, не только для IT. Заткнуть пробелы в штатном расписании африканскими специалистами пытаются компании самых разных сфер деятельности. Например, в стране статистики, в настоящее время в России открыто 1400 вакансий для африканских IT-специалистов, 1100 для административного персонала и 900 для специалистов в сфере маркетинга. Но на первом месте в сфере продаж она закрывает 4600 специалистов из африканских государств. Я даже не знаю, что сказать в этой ситуации, потому что я не понимаю, а почему африканские IT-шники, почему ниндийские, например? Видимо, ниндийские дорогие. Африканские? Дешевые. Нет, видимо, отдела в уровне образования, вот, собственно, и все, да, у нас же есть все эти программы и обмена студентов, и взаимного сотрудничества. Ты имеешь в виду, что их навыки заземляются на нашу российскую почву айтишную? Нет, ну мы же... Нет, нет, не об этом речь. Я думаю, что просто там есть специалисты, которые получили определенное образование, чего нету. А я на эту новость посмотрел чуть-чуть с другой стороны, я вообще отошел от африканцев, не стал на них как-то акцентироваться. Вы вот вдумайтесь. Вообще, как РБК могли написать вот эту фразу с помощью более дешевых чернокожих программистов. Ну, они же чернокожие. Что с ними? Афроамериканцы. Афроамериканцы живут в Америке. Неожиданно, да? Нет, я просто сейчас думаю, нужно ли какой-то дисклеймер дать по этому поводу или нет. Никакого дисклеймера. Я по-другому на эту новость посмотрел. Это безотносительно национальной принадлежности. И цвета кожи. И цвета кожи, абсолютно. То есть, понимаете, да, вот у нас чего только не делали, чтобы, значит, местное IT-сообщество как-то спасти, начиная с 22-го года. Даже учредили медаль, орден. Возможно. Ну, видимо, да, раз ты говоришь. За заслуги передойти? Передойти. Да мы же обсуждали это в эфире, да, предложили ввести орден. Так предложили, значит, не создали? Только предложили. Орден – это ладно, это не то, что удержит человека в стране и в сфере. То есть, им там давали IT-ипотеку, им там давали, по-моему, отсрочку от мобилизации, да, частичные. По нас создавали кучу всяких разных курсов от школ, детских садов до университетов и при компаниях. Зарплаты увеличились чуть ли не в два раза и продолжают расти. И все равно, все равно люди, которые в этой сфере уже были заняты, да, они вот решили свою судьбу связать не с территории Российской Федерации. Все равно уехали. Либо все равно не идут работать в российские компании. То есть, никакие меры, которые вот за последние два с половиной года принимались для того, чтобы сферу эту как-то, ну, не дать ей развалиться, а там действительно возник большой дефицит кадров, да, почему возникли все эти курсы, ничего не помогло настолько, что сейчас приходится прибегать аж к африканским дешевым специалистам. Да, но при этом, ты знаешь, у нас один зеленый банк большой, российский, он организовал IT-университеты с кампусами, с какими-то бешеными совершенно наборами по 300 человек в нескольких регионах. И там прямо реально очень мощная программа, она очень плотная по наполнению, и она достаточно длительная. И они, это хороший отсев, то есть, они набирают прямо реально лучших из лучших. И когда я смотрю на количество набранных, я понимаю, что вот у них есть план. Они четко понимают, что вот это количество специалистов им нужно, может быть, не только им, а для нуждников всей страны. И они четко понимают, что они где-то заземлят с работой. Но им нужно время, да, для того, чтобы выучить, подготовить, отпрактиковать и высадить их там, где нужно. Ну, видно, вот какой-то зазор между тем, пока эти дорастут, завозят иностранную рабочую силу. А потом? А потом они либо ассимилируются, эти тамошние загорелые айтишники здесь, на нашей северной российской земле, либо наберутся опыта, да, и уедут обратно. Ну, то есть вариантов-то только два, по сути. Я не размышляю о вариантах, я смотрю на... Ну, сама по себе ситуация, вот именно айти-сфера, мы же все понимаем, что это как раз направление профессии будущего. То есть это та сфера, которая будет набирать обороты, которая будет четко, сильно прогрессировать в ближайшее время, развиваться, и потребует больших человеческих, в том числе, вложений и ресурсов. Поэтому все хорошо, но вот почему у нас получился такой запотык и такая кадровая дыра? Да, потому что мы не были к этому готовы. Слушайте, ну положите руку на сердце, до этого у нас были сисадмины, и мы как-то так презрительно... Бородатые все это... Да, оказалось. ...относились, да, а потом случилось то, что случилось, и случился этот ковид, случилась дистанционка, и очень скаканул и все эти, и сети, да, и искусственный интеллект, и оказалось, что нам нужен тот пласт, которого у нас нет, нам нужны айтишники, а у нас их нет. И мы даже на сисадминов стали по-другому смотреть. И мы делаем целевую закупку, но мы пытаемся вот это, да, то, чего у нас нет, мы пытаемся вырастить как-то искусственно. Новость, наверное, не очень связанная с айти, но, возможно, немножко связанная с некоторыми африканскими странами. Вы сейчас поймете, о чем речь. Глава Минсельхоза призвала ставить свечи ради дождя и урожая. Из-за того, что в ряде регионов, где сеют азимы, давно не было дождей, сев проходит тяжело, от влаги будут зависеть и урожай. Заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут в кулуарах международного форума Биопром, он передает Интерфакс. Планируется посеять около 20 миллионов гектаров азимы, как и в прошлом году, рассказала Лут. Сеем просто в песок в надежде, что пойдет дождь. Очень надо идти в церковь и ставить свечку Илье за то, чтобы пошел дождь. Всех призываю, сказала она. Илья Пророк, кому предлагается ставить свечку, в народной традиции считается в том числе повелителем дождя и грома, покровителем урожая и плодородия. К нему обращают молитвы об избавлении от засухи и хорошем урожае. Уступая на форуме, Лут подчеркнул, что в этом году Россия попала во все возможные природные явления. Сначала у нас были возвратные заморозки, потом с апреля началась засуха, и она продолжается до сих пор. В некоторых регионах с апреля не было дождя. Сибирь у нас залило, там невозможно было еще несколько недель назад убраться, и саранча налетела. А еще в последнюю неделю на юге был песок, которым замело все посевы, которые остались еще не убраны. Семь казней египетских. Слушайте, была у меня слабая надежда на то, что Оксана Лут какой-то региональный местный министр сельского хозяйства, тогда бога ради и пусти свечки, и вот ну все что угодно. Но нет, это федеральный министр. Если у нас надежда только на Илью Пророка, и свечи в храмах, и коллективный молебен, возможно, то плохи наши дела в сельском хозяйстве. Ну, печальника, конечно, не очень хорошо все. То есть какие-то системы искусственного орошения, это вот зачем? Сразу очень хочется пойти и муки купить много. Это для чего? Для хлеба. Чтобы что? Чтобы когда Илья Пророк не откликнется и не даст обратную связь в виде дождя. Ты из этих, кто в ковид телевизоры из туалетной бумаги скупал, я правильно понимаю? У меня и гречки запас есть, чтобы ты понял. Но я считаю, что это дальновидность. Мне просто кажется, сколько извинений за этот эфир и кому именно мы будем приносить. А мы потом в конце просто массово. Извините. А можно просто тогда, простите, все, кого мы сегодня обидели. А что мы не так сказали, с другой стороны? Подожди, Рана, эфир еще не закончился. И он еще пока продолжается. Мы в принципе в истории России помним такие... Ну подождите, но это же неправильно. Почему-то неправильно. Свечку ставить? Послушайте, ну смотрите, у каждого министерства есть своя работа. Какое-то министерство всегда говорит, у нас нет денег. Никто не может сказать, мы не можем этого сделать. Одно говорит, у нас нет на это денег. Это мы не можем проиндексировать. Кто-то говорит, это нецелесообразно. А кто-то говорит, а давайте помолимся. И знаешь что? Вот те, у кого свои огородики, своя вот эта вот маленькая какая-то, они пойдут молиться. Без молитв и свечей приходит реклама на Большое Радио. Остается совсем ничего до конца нашего эфира. Но мы еще успеем обидеть еще кого-нибудь. Еще кого-нибудь. И сгореть сами в пятый раз. И может быть даже извиниться в самом конце. Красной икры в России хватит на всех. Но это не точно. Но это не точно. Но купить ее смогут просто не все. Да, спасибо, что ты нас поправил. Красной икры в России достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Предпосылок для резкого роста цен на нее, в том числе перед Новым годом, нет. Об этом ТАСС сообщил председатель Рыбного союза Александр Панин. Красной икры на российском рынке более чем достаточно. Это цитата. Хватит до нового промыслового сезона. На рынке еще остались значительные переходящие запасы. Замороженной икры. Я не знал, что икру замораживают, оказывается. То есть имеющихся объемов достаточно для удовлетворения спроса, сказал Панин. По его словам, уровень потребления красной икры в России оценивается в 15 тысяч тонн в год. К тому же повышение цен, которое связано с особенностями нерыдного сезона и объективным ростом себестоимости, уже произошло. Не стоит разгонять излишний ажиотаж. Икры достаточно, подытожил эксперт. Однако ранее Александр Панин сообщил, тот же самый Александр Панин, о котором мы обсуждали вчера. В России цены на красную икру по сравнению с октябремя 2023 года вышли на 25%. А к Новому году икра может подорожать еще на 10%. А не кажется ли вам, что Александр Панин переобувается прямо в полете? Не кажется. Александр Панин... Он между ложками одной, красной икры и другой. Подождите. Он вчера обозначал стоимость, а сегодня он говорит, достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. То есть он, так сказать, как... Хватит тем, у кого хватит денег. Как в ссоре. Я не договорила. Там сколько было? 5 тысяч за кило, да, если я не ошибаюсь? 13 в рознице, по самым худшим прогнозам. Сколько? 13 тысяч за килограмм красной икры в рознице. Оль, я вчера тут негодовала по полной программе. Я еще и сегодня чуть-чуть до негодую, потому что мне сегодня попалась новость про завтрак бурлака в одном из столичных ресторанов. Во-первых, завтрак бурлака, а во-вторых, в столичном ресторане. Что входит в набор? Молодой отварной картофель. Пока вроде с бурлаком все нормально, да? Ассоциируется, да. С теплёным маслом, укропом, малосольные огурчики, маринованные белые грибы, батон нарезной, бурлаки слегка отступили. Ржаная брюошь, вымоченная в креме, яйца из майонеза зелёным горошком. Тут бурлаки отошли на задний план. Яйца перепелиные, отварные с зелёным луком. Картофельная лапша с трочтеллой, растягаясь с визигой. Это очень по-бурлаковски. Домилинская, домашний маринаде, домашние консервы из палтуса. Почему 72 тысячи, спросите вы? Потому что прилагается килограмм чёрной осетровой икры. Килограмм? Килограмм. Это а то блюдо. Это завтрак явно на компанию, потому что вот это вот всё подаётся, ну и плюс подаётся литр сорокоградусный, полтора литра игристого. Это завтрак? Я возьму. Бурлака. Бурлака. Я вас не возьму в эту компанию, но обязательно так по завтраку. Литром водочки, тогда килограммом чёрной икорочки. Главное завтрак... А бурлаки с картошкой пускай и генера. А самое интересное, подождите. Главное завтрака начать. А когда я закончу этот завтрак, это вообще моё личное дело, Максим. Самое во всей этой новости, что я зашла на сайт ресторана, я посмотрела отзывы, и я нашла людей, которые пишут, что они брали этот завтрак бурлака. То есть есть люди, которые брали завтрак бурлака за 72 тысячи рублей. И вот это как раз те люди, спрос которых на красную икру, по господину Панину, будет удовлетворён полностью. Ну, мы же понимаем, что это просто название завтрака бурлака. Можно же это заказать в любое время суток. Ну и да, Саша, есть люди. А тебя только завтрак смущает? Бурлак в этой истории вообще никак не трогает. И 72 тысячи рублей. А это просто потому, что люди, которые могут себе это позволить, они так, знаешь, где-то... Бурлачат? Они отдалённо помнят, что, ну, бурлак... Ну, да, кто-то был такой бурлак, да, что-то там. Или они просто думают, что... Дай бог, если помнят, что в имперской России... Или они думают, что всю жизнь тянут лямку бурлаку. Пока мы ещё не очень далеко отошли от литра, так сказать, 40-градусной, короткая новость, в России могут начать наказывать родителей из-за употребления детьми алкоголя. Типа, от Госдумы Султан Хамзаев предложил наказывать, собственно, родителей из-за употребления алкоголя детьми. Дали цитату. Мы неоднократно сталкиваемся со случаями, когда именно отсутствие родительского контроля приводит к тому, что дети потребляют алкоголь. Сейчас фактически нет ответственности, есть понятие вовлечения несовершеннолетнего в потребление, но доказать это невозможно, сказал Хамзаев. По его мнению, законный представитель ребёнка в случае упущения должен нести ответственность. Ну, мне очень понравился комментарий нашего коллеги Петра Болочева к этой новости. Он написал, интересно, господин Хамзаев хоть о чём-то, кроме алкоголя, думает или нет? Просто как бы все его инициативы направлены только про это. А мне интересно, родители наевшихся конфеток с вишней на коньяке, а будут включены в данный список? Нет, подождите. А конфеты в Финляндии? Они ещё есть? Их уже нет, Макс. Открыла Америку, закрыла Америку. Дело не в этом. Дело в том, что понятно, что никто не будет ходить по домам, обнюхивать вашего ребёнка. Брать этот подутубочку. Да, чтобы салкотестер. А ну-ка, Дунь, детка. Детка, ты сегодня допивала что-то из папиного бокала? Понятно, что речь-то идёт о таких вещах после всех этих страшных инцидентов, когда подростки собираются, выпивают и принимают алкоголь, потом садятся в машины, как вот всё то, что происходило на прошлой неделе в нашей стране. То есть с этой точки зрения, вот с этой точки зрения, когда перед тобой откровенно несовершеннолетний, не стоящий на ногах, не дай Боже, ещё там приведший к каким-то последствиям, я соглашусь. А так как это будет работать? Мы действительно будем ходить. Ну соседи мне сейчас, вот я им там, собака у меня громко гавкала, они позвонят в полицию, скажут, что у неё там дети пьяные. Вот они ко мне пришли. И чего? И чего дальше будет? Ну тоже, да, такая как бы ситуация странная из серии, ну ты там можешь быть безупречным родителем. А мои дети не пьют, если что. Ну вот как ты узнаешь, то есть если вдруг что-то произошло, и ребёнок там у тебя выпил, попался там минуту где-нибудь в подбородье, он ничего не совершал, просто вот была компания, значит, не отдыхала, да, и его повели к родителям вот пороть. Вот ваш ребёнок пьяный ходил по улице. Нет, сейчас не так. Сейчас этого ребёнка задерживают, да, до трёх часов до выяснения. Тебя приглашают? Меня приглашают, да, и ты можешь пороть его, например, прям даже в участке. То есть сейчас никакой, если не было иного другого правонарушения, да, последующего, нет никакой ответственности. Ты же не вовлекала его в употребление? Но есть же органы опеки, есть же ПДН, которые на тебя со всех сторон налетят, всего тебя лишат, ребёнку у тебя отнимут. Ну уж не лишат, если он там подвыпил. Ну если захотят. Подождите, ну то опять же, вот это вот вовлечение, если он самостоятельный, если это его личная детская инициатива, но вот он в компании друзей решил показать, что он крутой. Все пили, и я пил. Вот тут родителям по шапке прилетит за что? За то, что не досмотрели, не доглядели. Ага, а мне вот, я понимаю, что господин Хамзаев, наверное, жил не так весело, как многие россияне, которые в определённом возрасте все-всё попробовали. А я думаю, он жил веселее и пробовал другие вещи, понимаешь. Это мы там, то, что мы у родителей умыкли, а у него, возможно, и самогон. Не продлевай список. А, да. Уже извиняться. А я готова к следующей новости. Наконец-то мы дошли до блока всяких разных дурацких и абсурдных новостей. ФСБ заявило об аресте пропагандирующего ЛГБТ-сатаниста. По версии спецслужб, мужчины... Подожди, дисклеймер. ЛГБТ признана в России экстремистским и запрещено движение. Ещё один дисклеймер. Как ты мог сказать дурацкие новости и след... И в том же предложении сразу оп и... Абсурдные. Абсурдные. А их же блок. Понимаешь, ты ещё дальше тогда слушаешь. Господа, мы в принципе извиняемся. Вот прям за всё. По версии спецслужбы, мужчина являлся сторонником сатанизма и продвигал среди подчинённых сотрудников идею однополых отношений как способ приобщения к дьяволопоклонничеству. В пресс-релизе ведомства указано, что арестованный склонял граждан принять указанный культ до получения финансового благополучия и достижения карьерного роста. Местное издание «Ульновости» ещё в конце августа сообщало об аресте, собственно, директора диализного центра в Инзеет в Ульяновской области. По данным новостного портала, его ввиняли в понуждении к совершению действий сексуального характера и участию в экстремистском сообществе. Мне было крайне интересно, как звучало предложение. Правда. Не хочешь немного... Продвинуться по карьерной службе. Тебе пора в Ульяновскую область. И поклониться дьяволу. Да, и наклониться. Так вот, я просто очень сильно искала какие-то подробности. Но, как это часто бывает в пресс-релизах правоохранительных органов, их нет. Самое интересное, они оставляют за скобками. Потому что... Это, во-первых. Во-вторых, просто тут столько вопросов. Во-вторых, сколько было поклонников. Членов культа в ГПТ-сатанистов. Сколько человек, да, прошли по этой... В не ту дверь вот в эту вот... То есть тут столько всего интересного осталось за скобками, что прям вот... Ну, вообще новость ужасная. Если все это действительно происходило, это... Ну, это не... Ну, вот это омерзительно. А ты понимаешь, что в самые сложные времена вот эта вся, простите, нечисть, она вот реально выползает из откуда только возможно. Потому что, например, сейчас, вот на этой неделе в телеграм-каналах очень активно обсуждают еще одного там целителя, который собирает огромные залы и даже стадионы в небольших городах, который продает свои плакаты, которые нужно в марлечку заворачивать и прикладывать к больному месту, чтобы помогало. Когда не было такого, да, в истории нашей Родины? Макс, там по уровню абсурда, я видеоролики видела, Кашпировские с Чумаком обнимутся, прикурят и заплачут. Просто, понимаешь, горькими слезами, потому что вы не можете представить себе, что там он рассказывает. Вот просто непонятно, почему, ну, все-таки, Господи, в правовом государстве, когда мы все имеем право учиться, образовываться, саморазвиваться, мы верим вот в эти марлечки, которые нужно куда-то приложить. Ладно, марлечки, а в данной новости, что тебе нужно приложить? Прям внутрь, видимо. Марлечки, марлечки. Мы про марлечки. Простите, еще. И для достижения лучшего эффекта прям поглубже, да, судя по всему. Извините, вырвалась я все. В Госдуме поддержали введение сурового наказания для тарологов и экстрасенсов. В России давно необходимо ввести строгое наказание для этих, значит, всяких экстрасенсов, магов, кудунов и тарологов. Причем судить их следует с отечающих позиций, добавляя к сроку от 5 до 6 лет. Так как речь идет о шарлатанах с жаждой наживы. Выступил, значит, с таким заявлением депутат Госдумы, кто бы думали, Виталий Милонов. По мнению депутата, Уголовные административные кодексы сегодня не дают всей полноты наказания для представителей этой сферы деятельности. Они несут ответственность за многие несчастные случаи, которые допускают в погоне за наживы, отметил депутат. Далее цитата. Очень много людей лежат на кладбищах, решивших лечить рак волшебством, а не операцией. Ну, марлечками, там, вот этими всеми историями. Поэтому каждая ведьма должна отправляться во строк на дополнительные 5-6 лет, сказал депутат. Также он напомнил, что в ближайшее время планируется ввести запрет на любую рекламу магических услуг. У меня вопрос. Как в компании этих действительно нехороших людей оказались торологи? То есть, понятно, у нас тут экстрасенсы, маги, колдуны, но торологи? Я вот, я тоже хотела спросить. Торологи же не лечат? Вот он все сложил в одну кучу. А потом мы еще, давайте будем, туда же антипрививочников всех. Подожди, пока не подсказывай. Нет, нужно вынуть из этой кучи торологов и всех остальных, да, сажать. А торологи-то что, торологи? Мне лишь бы всех посадить сегодня. Ужас. Я требую посадок. У нас давно не было новостей из ведомства. А если маг из Таджикистана совершит, значит, магическое какое-то в России? Нет, так я тебе говорю, магов сажать. Просто торологи, это другое, да, это во второй степени. Торологи, это другое, это, ну, не такое опасное, как все перечислено выше. Торологи тебе не говорят выкопать картошку, помолитесь на нее, там, зажгите свечку и засуньте свечу. И тогда у вас, да, перестанет зуб болеть. Они просто говорят, что вы платите 10 тысяч рублей, и мы вам напишем программу о том, какие опасности ждут вас на следующей неделе. Да и бога ради, но если человек сам по себе параноик, ему нужна какая-то внутренняя стабилизация, он идет к этому торологу, он готов отдать ему деньги, чтобы успокоиться, пусть он это делает. Мы же ходим к психотерапевтам ровно с тем же самым. Мы и заносим им деньги. Ну, то есть, вот как бы психотерапевт... С непонятным эффектом, как бы. Психотерапевт, это как бы норма. А он может так еще крышу вот эту вот расшатать и без того расшатанную... Про расшатанные крыши и успею еще прочитать эту дурацкую. В общем, господину Милонову нужно привет и написать ему, что торологов не трогать. Да. Посоветовать ему хорошего торолога вообще. В Подмосковье мать потребовала вакцинировать и чипировать дочь Квадробера. Не дня без Квадробера. Она, собственно, привела девочку в ветклинику, чтобы сделать прививку. Инцидент произошел в Серпухове. По данным источника, в клинику обратилась женщина и ее 12-летняя дочь в маске кота и с хвостом. Резьянка требовала, чтобы ребенку завели карточку и сделали прививку от бешенства. Помимо этого, посетительница хотела еще чипировать девочку. Сначала администратор решила, что такой странной просьбой мать пытается доказать ребенку, и говорю, что из этого ничего не получится. После отказа женщина стала возмущаться. В холл сбежались все медики и директор, чтобы успокоить маму и ее дочь, которая ходила на четвереньках и громко мяукала. А мама, видимо, медведица. Она просто шерсть свою сняла и она хотела, так сказать, вот это. Специалисты клиники настаивали на том, что делают такие процедуры только с животным, но россиянка продолжала спорить, и ее ребенок всем временем стал мяукать еще громче. В углу не нагоняло, просто сразу заказали. Собственно, работники пригрозили вызвать полицию, только после этого посетители покинули учреждение. Я знаю, я знаю, я знаю тайну этой истории. Значит, изначально эта женщина, видимо, проиграла спор. Ставкой в споре была, наверное, ее квартира, сарай, хата и 18 родственников. Изначально эта женщина просто поехала кукуха и пришла не в ту клинику. Я так аккуратно хотела вывести. Чтобы не извиняться. Это вот вчера, кстати, где Катерина Гладышевская, которая вчера говорила, это нормально, квадроберы, это просто дети развлекаются. А я еще вчера говорила, что это вот родители, у которых на грани вот это вот все в голове, оно покатится, как со снежной горочки. Вот вам, пожалуйста. А что они развлекаются, когда они собираются, стая, они кусают. Надо было обеим чип в сандалить в одно место, чтобы знать, где они такие. Нет, там нельзя, там уже марли. Чтобы сесть не могли. Там занято. Ну и чтобы, так сказать, по вишенкой на торте в теме квадроберов, Сергей Лавров оказался вполне себе в теме. Есть ли у вас квадроберы? С такого вопроса начал он встречу с коллегами из Армении. Я представляю, как в Армении удивились. А там у нас целая делегация в Москву прилетела. Насколько понимаю, там будет встреча на президентском уровне. Ну и, собственно, глава Медроссии поднял обсуждение квадроберов на международный уровень. Он поинтересовался, есть ли они в Армении. Собак, говорит, наряжаются дети. Это одна из самых главных новостей. Собак наряжается дети. Еще лицо Лаврова в этот момент. Да, он обширит с каменным лицом. Хотя, как животное. Это вот новое движение. Такое сказал Лавров. Зарубежный коллега ответил, что видел подобное, но само явление ему незнакомо. Пойдемте собак наряжись. Мне кажется, что коллега из Армении посмотрел на Лаврова. Вы не помните этот момент в «Братья-2»? Болеете? Вот голосом Сухорукова нужно было сказать. Просто это какой-то верх обсуждения. Я считаю, что нам надо дожить каким-то чудом. Я считаю, что нам нужно вести мораторию на новости про квадроберов до конца недели. Нет, нам надо дожить каким-то образом до Хэллоуина. Нарядиться всем в собачек и кошечек. И встретить потом компанию «Фури», правильно? А «Фури» — это агрессивные квадроберы. Вот они как раз кусаются, нападают. Когда да было Сергея Лаврова у тебя взять навстречу, ты бы, значит... Слушайте, давайте просто роли распределим и поймем, кто у нас будет самым агрессивным квадробером. И просто... Сегодня самый агрессивный у нас ты, а уж как бы там квадробер-не-квадробер решишь для себя сама. Я хочу сказать только, что когда я гуляла с собакой, я была на нас... Напала стая «Фури», они пытались покусать мою собаку. Я честно сказала... Ты сейчас серьезно? Абсолютно. Это было в центре города нашего, вот на озере, на котором мыло и муток. И я честно обратилась к этим квадроберам, и я сказала, друзья, если вас сейчас покусает моя громадная собака, я ничего даже делать не буду. Вы будете виноваты сами. Ничего не делаю, я пока расскажу о погоде. Завтра у нас переменная область, что здесь будет на территории региона. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью слабый переменный. Днем южно-юго-восточный умеренный, но в отдельных районах сильный. Теперь утро воздуха ночью минус 7 градусов. Днем плюс 1, плюс 6. Ночью и утром местами гололедится. Наш эфир подошел к концу. Мы за все извиняемся. Мы за все извиняемся. А я нет. Никого не хотели обидеться. Я хотела. Саша не будет извиняться. Собственно, для вас сегодня работали и без извинений Александра Козлова. Всем хороших новостей. С извинениями. Меня зовут Максим Жералин. Всем пока.